Нижегородская учительница английского Катя Юстас решила показать своим ученикам Казань, а мы, ее друзья, поехали с ними, захватив с собой видеокамеру. Мы видели уже дворец спорта, центральный стадион видели, ну а сейчас видим с вами здание баскет-холла. Поднимите руки, кто решил, что он пойдет в кинотеатр? Потому что мы не предупреждали, как бы на этих раз. Да, я не сказала, что это нравится самое, ну смотри мне. Такая щетка. Я зубы чистую. Да человек, не снимаю. Уже чем-то обрызгало меня. Мама! Мама, еще! Впечатление прямо супер, как будто там вот реально был бревном. Жалко, что очки у нас красные. Максим Горький был спасен, потому что его увидел диак. Так, проведя несколько месяцев в больнице, стал познавать он свои казанские университеты. Поэтому и считал Казань своей второй родиной. Приветствую, татарская земля. Нижнему Новгороду привет. Лобачевский у вас только родился, больше ничего не сделал. Все основные свои открытия он сделал на казанской земле. 20 лет он был ректором казанского университета. Но не сумели жители Казани отвоевать имя Лобачевского для своего университета. Белое здание – это пересыльная тюрьма. Прежде чем отправляться по каторжному тракту, тех самых каторжан обязательно приводили в пересыльную тюрьму. Значит так, Иван Грозный узнал, что есть в Казани очень красивая царица. И сказал, давай выходи за меня замуж. Она ему сказала, за 7 дней, если ты мне построишь самую высокую башню, типа я выйду за тебя замуж. И 7 дней строители строили. Получилась 7-ступенчатая башня. Вот. А не она? Ну она такая же почти, из красного кирпича. Она поднялась на самый верх и прыгнула вниз. Таким образом, она осталась как бы верна сама себе. Не вышла замуж за Ивана Грозного. Вот так, говорит красавица, не досталась русскому царю. А эта башня впоследствии высотой 52 метра, она покосилась, как Пизанская башня. У нее клан составляет 2 метра. И выше она на Пизанский на 2 метра. И выше она на Пизанский на 2 метра. Сковородка – это не только целая серия кафешек, где любят собираться во время сессии студенты. Это еще и концертный зал. Это еще и спортивный зал. Все это вместе. Тот самый университетский городок, в который мы с вами сейчас приезжаем. Нам очень понравилась мода казанцев ставить на балконы новогодние елки. Ни в Держинске, ни в Нижнем Новгороде мы такого не видели. Субтитры создавал DimaTorzok